МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Клиническая психология Ростовского государственного медицинского университета Зинаидой Березиной мы постараемся помочь разобраться в том, как правильно выбирать свою профессию и работают ли психологические профориентационные тесты. Зинаида Игоревна, здравствуйте! Добрый день! Вот как выбрать себе профессию по душе, если не знаешь, чего хочешь? Вы знаете, проблема выбора, не только профессия, а вообще выбора, она не теряет своей актуальности по сей день. И когда родители давят на своих детей, возмущаются тем, что вот мы уже в 10 классе, и до сих пор ребенок не определился с выбором профессии, мне хочется напомнить им о том, что они тоже, наверное, в 16 лет затруднялись с выбором профессии. Дело все в том, что выбор профессии напрямую связан с уровнем личностного развития ребенка. И если, когда он рос, вы не давали ему возможности самостоятельно выбирать одежду, которую носить, самостоятельно выбирать виды спорта, которыми заниматься, игрушки и так далее, то тут в 16 он должен взять и выбрать. Это первая проблема. Вторая проблема — это, еще раз повторюсь, уровень личностного развития ребенка. А в психологии существует мнение, оно доказанное, что уровень психического развития всегда опережает уровень личностного развития. То есть ребенок в пятом классе доказывает теорему Пифагора, но при этом не понимает причину развода в родителей, и ему трудно объяснить, что родители развелись, но они перестали тебя любить. То есть вот именно личностное развитие, оно не соответствует уровню психического развития. И в 16 лет ребенок, который знает химию, физику, математику, многие другие дисциплины, должен определиться с выбором, который фактически будет его сопровождать на протяжении всей его жизни. И это очень ответственно. Но в какой-то степени это можно сравнить с выбором партнера по жизни, когда мы решаем за кого-то выходить замуж или жениться, связывать свою судьбу. И здесь, безусловно, помощь семьи, родителей, педагогов в школе, психологов может прийти на помощь ребенку. Психолог может разобраться, во-первых, в направленности личности и в тех страхах, если они существуют, либо в самой проблеме выбора, которая есть, или она отсутствует. Ребенок прекрасно знает, кем он хочет быть, но его просто не слышат. Такое тоже бывает. Вот сейчас очень многие разрываются между тем, что нравится и что высоко оплачивается. Это вопрос сугубо индивидуальный. И здесь мы возвращаемся к проблеме расстановки акцентов. Что конкретно ребенок, в данном случае это ребенок, который должен выбрать профессию, хочет. И давайте будем откровенны. Надо донести до будущего специалиста, что вчерашний выпускник вуза, вспомните себя, сразу нехорошо оплачиваем, потому что мы получаем теоретическую подготовку, а практических навыков, которые высоко оплачиваются, у нас еще нет. И если ты профессионал в любой отрасли, то это будет высоко оплачиваемо всегда. Зинаида Игоревна, вот на что стоит обращать внимание при выборе профессии? На то, что тебе нравится. Я всегда ребятам, выпускникам, школьникам говорю о том, что не поддавайтесь конъюнктуре времени. Вот это модно, и я пойду туда. Нет. Опять же приведу параллель семейной жизни. Понимаете, вот выходить замуж за любимого или богатого. Идеально, когда этот любимый еще и богатый. Но не всегда так складывается. И вот представьте, если вы живете с человеком, которого вы любите, или вы его не любите, но он богат, все когда-то приедается, и деньги тоже перестают нас радовать. И мы уже знаем, что, к сожалению, люди, население бедных стран, испытывают чувство счастья в разы чаще и больше, чем представители обеспеченных стран. И депрессиями они страдают меньше, как ни странно. Ну вот такой вот парадоксальный психологический факт. И вот когда мы выбираем профессию, наверное, должна работать формула «хочу», «могу», «надо». Ну расскажите, что это за формула? Объясню. Мне нравится баскетбол. Я бы хотела им заниматься, но мои физические данные не позволяют мне быть эффективным игроком в командной игре. То есть все наши способности, они вытекают из наших задатков. А задатки – это такие анатомо-морфологические особенности. А может быть, я хочу быть певицей, но при этом у меня нет музыкальных способностей. Но у меня есть другие способности. Поэтому вот здесь и нужен психолог и трезвое, адекватное восприятие родителями своего ребёнка, соответствует ли его желание, его возможностям. Это и есть вот то самое сочетание «хочу» и «могу». К вопросу «а надо?» Сегодня в мире насчитывается около 40 тысяч профессий. И эта номенклатура профессии, она меняется, мир не стоит на месте. Ну, ещё там 20 лет назад не было многих профессий, связанных с IT-технологиями, там ММС, рассылки и так далее. Мы не знали, что такое блогерство, хотя это одно из направлений журналистики теперь, да, современное. Ну, я могу много перечислять примеров. Если мы говорим о здравоохранении, то здесь ежегодно появляются новые направления, специальности, отрасли. Ещё недавно не было эндоскопии, эндоваскулярной хирургии и так далее. И когда мы говорим о том, надо или не надо, надо посмотреть, какие профессии сегодня востребованы, какие отрасли востребованы. И вот тогда идеально сработает формула «хочу», «могу», «надо». И у наших детей есть одно преимущество перед более старшим поколением. У них есть возможность пользоваться информационными ресурсами. Они могут сегодня зайти при помощи интернет-технологий на день открытых дверей во все ВУЗы мира, нашей страны. Они могут посмотреть, узнать, какую миссию ставить, какую задачу ставит перед собой ВУЗ, какими навыками они овладеют в процессе образования. И почувствовать, что тебе ближе, что тебе интересней, с какими направлениями ты хотел бы познакомиться. Ну, вы заметили, сейчас тенденция такая, что молодёжь, спрашиваешь, не старшеклассников поменьше, я хочу быть блогером, ничего не делать и много зарабатывать. По примеру, вот всех этих известных блогеров, которые себя снимают и, по сути, никакой информации не несут. Вы знаете, мне очень сложно, потому что я работаю в Ростовском медицинском университете, и ребята, которые приходят к нам на учёбу, они высоко замотивированы. Мы чётко видим ярко выраженную направленность личности на работу с людьми, направленность на то, чтобы приносить пользу людям. Многие ребята, учась в медуниверситете, выбирают для себя кружок, связанный с медиаслужбой, интервью берут у наших преподавателей. Но я, к сожалению, в своей профессии не столкнулась с такой молодёжью. Мне очень нравится наша молодёжь, которая, вот та молодёжь, с которой я сегодня встречаюсь, работаю, преподаю. Они успевают быть и блогерами, и учиться на врачей, и работать в ковидных госпиталях, поэтому… А вот что делать всё-таки, если при выборе профессии настаивают родители, а у тебя есть вот собственная мечта? Вы знаете, у нас как-то складывается такое мнение, что родители, по-моему, до пенсии отвечают за жизнь своего ребёнка. А на самом деле взрослая личность, которая принимает решения, которая настаивает на выборе профессии, родители должны быть счастливы, что их ребёнок, а, что-то хочет, б, может отстаивать, аргументированно отстаивать свою позицию, и он будет нести самостоятельно ответственность за ту профессию, которую он выбрал для себя. Если же мы настаиваем и не даём ребёнку реализовать свою мечту, то, возможно, кто-то скажет «спасибо, что родители настояли», а, возможно, скажут наоборот «вы поломали мне мою профессиональную жизнь». Поэтому я бы не рекомендовала родителям так настойчиво требовать исполнения их желаний. Вот если ребёнок не хочет, и родители его направляют, зная его, то, о чём мы выше говорили, способности, возможности, рвение к учёбе, это уже другой разговор. Поэтому если у человека есть мечта, то, конечно, надо идти к мечте. А как всё-таки понять, какое есть предрасположение к профессии, если говорить о всех этих психологических и профориентационных тестах? Вы знаете, я хочу сказать, что давно существует психологическая служба и в школах, причём дети, которые идут только в первый класс, уже психологи подключаются на моменте приёма их в школу, тестируют ребят. Это позволяет увидеть уровень их интеллектуального развития, ту самую направленность личности, интересы ребёнка и помочь скорректировать его траекторию обучения. Если мы говорим о старших классах, где уже нужно принимать конкретные решения по выбору профессии, то здесь очень хорошо работа так называемой предуниверсарии. И в Ростовском медуниверситете уже с этого года начинает свою работу предуниверсарий. В чём его преимущество? Это комплексная работа и психологов, и педагогов, и возможность показать ребёнку изнутри в УЗ профессию, с которой он в будущем столкнётся. Потому что есть такие профессии, которые достаточно сложные, трудоёмкие, предъявляющие большие требования к ребятам. И, возможно, в рамках предуниверсария человек может понять, что вот мне нравится биология, мне очень нравится химия, но медицина не моя, не моё. А вот химия, да, я бы с удовольствием пошёл бы вот по данному научному направлению. Либо наоборот, я хотел быть чистым химиком, но я посмотрел и понял, что есть в медицине такие направления, которые мне помогут. И в рамках предуниверсария с ребятами работают не только педагоги-преподаватели ВУЗа, но и психологи. Всех ребят в предуниверсарии на начальном этапе тестируют, чтобы действительно посмотреть их способности, возможности и ту самую направленность личности, о которой мы уже выше говорили. Это делают не только Ростовский мед. университет, это делают и другие ВУЗы. Сегодня это делают в школах в рамках старших классов, проводится психолого-педагогическая работа с ребятами. И в частных школах большое внимание уделяется именно психологической зрелости личности, психологической готовности к той или иной трудовой деятельности в рамках выбранной профессии. Вот дайте пару советов родителям, вот когда все-таки стоит обращаться к психологу? В девятом классе. В девятом? Да, потому что у вас еще есть два года, чтобы не давить на ребенка, для того, чтобы показать ему, что у него получается лучше, что у него получается хуже, и уже целенаправленно готовить его к определенной профессии. И снова возвращаясь к формуле «хочу, могу и надо». Вот насколько важно сегодня получать образование, если есть всевозможные курсы? Ну, то, с чего мы начали. Вы понимаете, мы можем закончить какие угодно курсы, но сегодня конкуренция на рынке труда такова, что именно высокоплачиваемый специалист будет тот, у кого качественное, высшее образование, а уже потом разного рода курсы повышения квалификации. Просто мир настолько сегодня динамично меняется, что уже появилось и плотно состоялось такое направление в психологии, в педагогике, как андрогогика, это обучение взрослых. И там есть своя специфика обучения, и человек, по сути, продолжает ведь свое обучение на протяжении всей своей жизни. И проблема выбора профессии, она актуальна не только для 16-летнего подростка, но и, например, для человека, который посвятил всю свою жизнь работе в вооруженных силах, потом в достаточно молодом возрасте, там 40-45 лет, выходит на пенсию, он готов еще трудиться, и ему нужно снова обратиться к психологу. Пройти социализацию уже. Пройти социализацию, пройти профориентацию, и, возможно, пройти определенные дополнительные курсы, чтобы получить гражданскую специальность. Здесь снова нужен психолог, извините. Зинаида Игоревна, вот на Ваш взгляд, можно ли найти профессию по душе и на всю жизнь? Вы понимаете, нельзя сказать «да» и нельзя сказать «нет». Это, опять-таки, будет зависеть от человека. Есть люди, которые выбирают профессию по душе. У нас в ВУЗе есть люди, у которых одна запись в трудовой книжке, и для них рост ГМО – это вот родной дом. А есть люди, которые проходят определенный этап и хотят что-то в своей жизни изменить, и в профессии в том числе. И это нормально, все люди разные. И знаете, есть очень много людей, которые ищут себя в разных сферах, и вот они работа меняют чуть ли не каждые полгода. Вот насколько это нормально? Причем сферы разные. Ну вот здесь я могу сказать однозначно, это не очень нормально. Это мы снова возвращаемся к уровню зрелости личности. Вот когда себя ищет 16-летний ребенок, и опять же говоря с родителями, любая цель профессиональная должна иметь конечные сроки ее исполнения. Вот мы говорим, в университете учимся в медицинском 6 лет, в бакалавриате, например, на юриста 4 года, аспирантура занимает 3 года. То есть полагают, что 3 лет достаточно для того, чтобы человек сделал определенную научную работу. Эти сроки взяты не с неба. И если взрослый человек до сих пор в поиске себя, ну возникает вопрос к тому, сформировалась ли его личность, есть ли у него навык доводить начатое до конца, ну и так далее, и так далее, и так далее. Ну вот возвращаясь к этим профориентационным психологическим тестам, в интернете их очень много. Вот насколько стоит им доверять? То есть могу я, допустим, скачать для своей дочери этот тест, вместе с ней пройти и определить, вот Лиза, ты у меня там будущий психолог или медик? Нет, нельзя. Во-первых, каждого ребенка перед тем, как тестировать, с ним проводится беседа. Именно беседа позволяет увидеть открытость ребенка, закрытость, уровень развития устной речи, вербальное поведение, невербальное. То есть очень много есть совокупных факторов, которые важны для психолога. Первый момент. Второй момент. Как человек без соответствующего образования определит качество этого профориентационного теста, его цель, его направленность и так далее. Поэтому, безусловно, это должен делать профессионал-психолог, потому что вы совершенно верно заметили, что тестов очень много. И мы выбираем, вот приходит человек и говорит, я хочу быть летчиком. И мы под эту специальность подбираем определенную батарею тестов. И батарея тестов для ребенка, который, например, хочет быть журналистом, будет совершенно иная. А если ребенок вообще не знает, кем он хочет быть, то это будет третья батарея тестов. И, безусловно, это будут не только тесты, но еще и личная, профессионально выстроенная беседа с психологом. Вот в завершении программы, что бы вы хотели сегодня пожелать всем родителям? Я хочу пожелать всем родителям, во-первых, покоя за своих детей, доверия своим детям. У нас прекрасная молодежь, которая, в отличие от нас с вами, имеет возможность получать информацию из большего количества источников. И я хочу пожелать и вам, и себе, вот нам всем, чтобы мы слышали наших детей. Тогда у нас все будет хорошо. Дина Викторовна, спасибо за такую интересную беседу. И вам спасибо. Всего доброго. Это была программа «Вопрос-ответ». Меня зовут Татьяна Цепелева. Берегите себя и до встречи в эфире. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!